Еще одна неделя прошла и мы готовы подвести итоги этих семи дней. В студии Наталья Мороз. Здравствуйте. И вот какие специальные репортажи подготовили корреспонденты ОРТ. Иду по делу, сим-карту оформить надо. Не страшно заболеть. Количество заболевших коронавирусом растет, индекс самоизоляции падает. Почему все больше людей перестают бояться эпидемии? Основная наша задумка это в том, чтобы создать условия для наших детей. И не только для наших детей, но и для детей других школ. Цифровая грамотность и смарт-проекты будущего. Как школы и техникумы Оренбургия потратят гранты по линии профильного нацпроекта? В моей семье тоже есть свои герои. И я хочу, чтобы их имена стали частью истории. Дорога памяти. Какие воспоминания и документы войдут в самый большой комплекс о Великой Отечественной войне? И как среди миллионов найти своих родных? Ждем, молимся на то, чтобы быстрее бы все это закончилось. Бизнес в изоляции, как оренбургские предприниматели пытаются удержаться на плаву. И вновь главная тема этой недели – коронавирус и борьба с ним. В Оренбургской области обстановка пока сложная. К сожалению, количество заболевших растет. В ежедневном режиме министр здравоохранения рассказывает о ситуации с COVID-19 в регионе. Плюс 60 новых случаев за сутки. Такие данные озвучила Татьяна Савинова 25 апреля. Всего же в Оренбурге зарегистрировано 525 зараженных коронавирусом, из которых 58 человек выздоровели, два – летальных случая. В пятницу губернатор принял участие в видеоконференции. Об обстановке в области Денис Паслер доложил полномочному представителю президента в Приворском федеральном округе Игорю Комарова. 70% случаев новых заболеваний вследствие заноса инфекции из Москвы с последующим семейным и профессиональным распространением. Речь на совещании шла также об укомплектованности больниц медперсоналом, необходимой техникой, в первую очередь аппаратами ИВЛ и необходимыми медикаментами. Разобщить население – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо люди справляются с этой задачей, появилось понятие индекс самоизоляции. Крупная поисковая компания на основе данных приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию в том или ином регионе. Чем выше оценка, тем больше людей находится дома. Но даже на примере нашего родного Оренбурга, видим, далеко не все соблюдают сегодня режим. Наш специальный корреспондент Анна Немых выяснила, почему оренбуржцы перестали бояться эпидемии и все чаще появляются в общественных местах, и чем это может обернуться. Подробности в нашем следующем репортаже. Уважаемые оренбуржцы, сегодня я подписал указ о полной самоизоляции. Мы переходим на более жесткий режим. Жители не должны покидать свои дома. А теперь самое главное – остановить распространение коронавируса. Ведь всего за 4 месяца COVID-19 охватил почти весь мир. Но несмотря на то, что уровень инфицированных с каждым днем только увеличивается, индекс самоизоляции падает. Кстати, действительно ли люди находятся на улице, либо все-таки сидят дома, решил проанализировать известный поисковый сервис. Для этого сравнили уровень городской активности сегодня и в обычный день до эпидемии. Если шкала показывает 4-5 баллов, то на улице практически никого нет. И чем ниже эта цифра, тем больше желающих прогуляться. Вот данные по Оренбургу. Среда, 22 апреля, 18.40. Индекс самоизоляции почти 3 балла. Это значит, что люди продолжают гулять по улицам почти так же, как это было до самоизоляции. Отправляемся убедиться в этом лично. Вот так выглядели улицы областного центра всего две недели назад. Непривычно пустая советская. Практически нет оренбуржцев и в других районах города. Но как только показалось весеннее солнце, социальная дистанция будто испарилась. У меня сегодня необходимость. У матери давление было большое, кончились таблетки. А как же эти меры защиты? Маска, перчатки? Зараза к заразе не пристает. Иду по делу, сим-карту оформить надо. Не страшно заболеть. А как же средства защиты? Маски, как говорят, перчатки должны быть? Должны быть все на работе. А вышел на улицу без этого, да. А меры предосторожности? Загадайте маски, перчатки. Да кто бы их дал бы? Где бы их взять? А некоторые все-таки находят маски, но одевают их только при виде телекамеры. К чему приводит пренебрежение элементарными санитарными правилами? В период пандемии на минувшей неделе наглядно показал случай в Ясном. На карантин закрыли целый город. По данным на конец рабочей недели, там официально зарегистрировано 16 заболевших. Глядя, как люди продолжают в нас в городе ходить без масок, скапливаться толпами в магазинах, не соблюдать дистанцию, меня это очень сильно пугает. И такая ситуация повсеместно по области. Оренбуржцы регулярно делятся видеосообщениями, как на местах соблюдается режим самоизоляции. Вот такой вот режим самоизоляции в Орске. На Пасху народу было еще больше. Такое ощущение, что людям надоело сидеть дома, носить маски. И выходя в магазин даже, я замечаю, что вижу я одного-двух человек в маске. Остальным просто все равно. И народу стало намного больше. Психологи видят причину в неоправданных ожиданиях людей. Когда объявили жесткие меры по самоизоляции, оренбуржцы подумали, что все самое страшное произойдет в кратчайшие сроки, а не растянется на неопределенный срок. У людей как бы кончилось терпение, и период ожидания закончился. Тот, который они выделили на этот период, когда все должно было произойти, по их мнению. Они потеряли чувство опасности, здравомыслия, наверное, в какой-то мере. Стали более безалаберными. А вот пример. Как в других странах идет борьба с халатным поведением людей. В Узбекистан. Здесь запрещено не просто выходить на улицу без крайней необходимости, но даже выезжать на личном транспорте без специального документа. Иначе штраф в 1 миллион суммов. Если переводить в российскую валюту, это почти 7,5 тысяч рублей. А за разглашение данных о больном COVID-19 дают срок до трех лет. В Кыгыстанском каракуле работники ЖЭКа заварили сварочным аппаратом подъезд многоэтажного дома, после того, как у одного из жильцов обнаружили симптомы коронавируса. Не выходить на улицу без крайней необходимости не так уж сложно в наши дни. Продукты, товары, гаджеты можно заказать с доставкой до квартиры, оплатить коммуналку онлайн. А работа по удаленке уже стала привычной реальностью. Так чего же так не хватает оренбуржцам во время самоизоляции? Как показывает опрос на сайте media56.ru, большинство желает погулять по городу. На втором месте посетить развлекательные учреждения. Но как бы не хотелось вырваться из четырех стен, врачи напоминают, дом – это крепость, которая защищает от главного – от заражения COVID-19. За пять рабочих дней в Оренбурге поставлен 191 новый диагноз. И если режим самоизоляции не соблюдать, то риск распространения вируса будет только расти, предупреждают врачи. Желательно, чтобы мы дошли до вот этого этапа внедрения вакцинации с минимальной заболеваемостью по вирусу COVID. Он не настолько подвержен изменчивости, как, например, тот же вирус гриппа. Поэтому я думаю, что в этом случае вакцина будет давать более длительный эффект, чем с вирусом гриппа. И где-то на 2-3 года хотя бы эту вакцинацию будет защищать. В среду появилась неутешительная статистика. Россия стала второй страной в мире по темпам прироста вновь выявленных инфицированных коронавирусом. Пока хуже ситуация только в Америке. Вирусологи предупреждают, пик эпидемии COVID-19 – это когда фиксируется самый большой ежедневный прирост по заболевшим и по летальным исходам – еще не пройден. По прогнозам некоторых ученых, его стоит ждать не раньше середины мая. Анонимых Семен Воробьев, Константин Воробьев. Итоги недели. Ну а сейчас я предлагаю вспомнить, что значимого произошло в городе и области за эти 7 дней. Подробнее в нашем обзоре за 2 минуты. На этой неделе общественный резонанс вызвал случай в Солилецке. Молодая мать жестоко обращалась со своим малолетним ребенком. Эти кадры попали в социальную сеть. Возбуждено уголовное дело. Девушку задержали и допросили. Малыш находится в областном доме ребенка. Во вторник Ясный Затокомаровский закрыли на карантин. Особый режим вводится до 4 мая. А в областном центре с карантина снят дом, что на улице 60 лет октября. По официальным данным, все пробы жильцов дали отрицательный результат на COVID-19. В среду в Оренбурге перенесли вечный огонь. Церемонию провели военнослужащие Оренбургского гарнизона. Огонь в лампаде будет находиться в здании Дома памяти. Оно расположено неподалеку от мемориала, где ведутся ремонтные работы. На место огонь вернут в канун праздника Победы. С 25 по 28 апреля кладбище в Оренбургской области закрыты. На Радоницу 28 апреля горожанам также ограничат доступ на все захоронения. В храмах пройдут поминальные службы. Они, как и пасхальное богослужение, состоятся без прихожан. Такие меры введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Будут действовать они до особого распоряжения. Напомню, на предстоящей неделе вся страна ждет новое обращение президента Владимира Путина, который продлил режим общей изоляции до 30 апреля. Сейчас прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Основная наша задумка – это в том, чтобы создать условия для наших детей. И не только для наших детей, но и для детей других школ. Цифровая грамотность и смарт-проекты будущего. Как школы и техникумы Оренбургия потратят гранты по линии профильного нацпроекта? В моей семье тоже есть свои герои, и я хочу, чтобы их имена стали частью истории. Дорога памяти. Какие воспоминания и документы войдут в самый большой комплекс о Великой Отечественной войне? И как среди миллионов найти своих родных? Ждем, молимся на то, чтобы быстрее бы все это закончилось. Бизнес в изоляции, как оренбургские предприниматели пытаются удержаться на плаву. Уже известно, парада Победы именно 9 мая не будет. Президент перенес торжественные мероприятия по случаю юбилейной даты. Владимир Путин объяснил свое решение рисками, связанными с угрозой дальнейшего распространения коронавируса в случае проведения парада. Тем не менее, праздничное настроение в Оренбурге создают. Улицы, уже украшены флагами, обновляют мемориал на проспекте Победы. Там к памятной дате планируют установить новые бордюры, скамейки, высадить несколько десятков яблонь. Продолжается и масштабная подготовка всероссийского проекта «Дорога памяти», реализует который Министерство обороны России. Это большой мультимедийный комплекс под открытым небом в Подмосковье. Среди десятков миллионов фотографий и имен будут и оренбуржцы. Моя коллега Ольга Энгельс подробнее. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Фотографии, письма, воспоминания, а иногда только имена и фамилии. Оренбуржцы приняли активное участие в акции. Около ста тысяч обращений поступило еще в феврале. Антонина Попова пришла на сборную пункта военкомата, одна из первых. У нее тоже есть свой герой. Папа, ему было 31 год, когда его взяли, 1 июля. Мне было 6 лет. Многие оренбуржцы старались лично принести материалы о своих героях. Другие передавали информацию почтой или по телефону. Сейчас массовый сбор завершен, но на этом работа не окончена. В архивах Оренбургской области хранятся сотни писем, которые представляют историческую ценность. Тем более, что по замыслу организаторов мемориального комплекса, к каждой фотографии будет прилагаться не только информация об участнике, но и личные письма бойцов. Без сложности не обходится. Чаще всего в таких документах нет никаких исторических фактов. Нашим архивистам надо встретить родственниками, которые эти письма передавали. Бывало так, что эти письма нам передавали 20-30 лет назад. Нас письмо интересовало, как документальный источник, то есть с этой точки зрения. А у военкомата другой подход. То есть им нужно более расширенной информации. Самое главное, что там место службы и так далее. Обычно в письмах этой информации нет. Но будем искать. Все эти материалы станут частью грандиозной галереи «Дорога памяти» – крупнейшего интерактивного памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны. Он расположен на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье. Сбор информации мы продолжим и после 9 мая, чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на дороге памяти не осталось белых пятен. Наши родные и близкие, фронтовики и труженики тыла изо дня в день самоотверженно приближали победную весну. Рассказать о них значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной родины. Почетное место в экспозиции музея может занять фото любого участника Великой Отечественной. Достаточно добавить информацию о нем на портал «Память народа» или на сайт «Дорога памяти». В моей семье тоже есть свои герои, и я хочу, чтобы их имена стали частью истории. Заходим на сайт, загружаем фотографию, добавляем информацию, к сожалению, о своих родственниках я знаю немного. После обработки данных их имена и фото появятся в БАДе и в балерее. Ольга Энгельс, Виктор Яковлев и Доги недели. А сейчас расскажем о другом проекте, реализуется который уже непосредственно в нашем регионе. Он касается продвижения идей цифровизации в среде учащейся молодежи. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» был объявлен всероссийский конкурс среди учреждений общего и профессионального образования. Его цель – выявить и внедрить лучший опыт по формированию цифровых навыков в образовательных заведениях. Победителями и обладателями федеральных грантов стали 11 школ, техникумов и колледжей Оренбургской области. О том, на что планируют потратить грант, а это миллионы рублей, выяснил мой коллега Виталий Дерябин. В мастерских 86-й Оренбургской школы подобных станков несколько. Работать пока некому, дистанционно токарное дело не освоить. Но когда ученики вернутся, в их распоряжение окажется еще один – лазерно-координатный, программируемый. Те обработки материалов уже необходимо использовать на другом оборудовании, реализовывать и, соответственно, усовершенствовать материальную базу школы, расширять линейку таких станков. Это стоит немало, потому в рамках нацпроекта и федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» школа выиграла грант – 6 миллионов рублей. Они пойдут в том числе на нужды кружка робототехники. 86-я школа новая, ее материально-техническое оснащение передовое. В большинстве других такого нет. Потому возникла идея поделиться возможностями своей базы, а также опытом преподавания информатики и технологии. Уже в наименовании гранта указано два направления – развитие и распространение. Развитие – это модернизация образовательной системы нашей школы, распространение – это привлечение учащихся других школ. В коридорах Оренбургского учетно-финансового техникума тоже гулкая тишина. Все студенты на удаленке. Встречаемся с директором, чтобы узнать, как техникум потратит свой грант – 30 миллионов рублей. Совещание по этому вопросу в видеорежиме. В условиях неопределенности работаем в онлайне. В пандемии завершится и образовательный процесс войдет в привычное русло. В нем намечается новое направление – летние смены для продвинутых в цифровом плане старшеклассников. Их соберут в загородном лагере и объединят в творческие группы. Но прежде пройдет отбор. Главное требование – интерес к IT-технологиям и желание что-либо придумать по этой части. Вектор будущих заданий определен. Городская среда, благожелательная к детям и подросткам. Не только, знаете, проектная идея, а уже реализовать эту проектную идею в то время, когда сейчас так быстро меняются все инновации, меняются технологии. То есть у них формируются такие умения. Видеокамеры, шлемы виртуальной реальности, компьютеры со специальными программами. Все это будет закуплено и предоставлено в распоряжении цифровых вундеркиндов, которые в дальнейшем будут востребованы в различных отраслях экономики. И эта же цель в основе гранта Бузулукского строительного колледжа. Строительство тоже требует тех, кто с цифрой на «ты», особенно на стадии проектирования. Мы приглашаем учащихся восьмых классов и даем им азы проектной деятельности. Но не просто в карандаше и в атмане, а даем это все в программе. Для этого, вот как раз на выделенные деньги, мы закупаем программу, компас, создаем учебные места для школьников. Нацпроект «Цифровая экономика» предполагает подготовку специалистов в сфере информационных технологий. Они будут теми людьми, которые способны видеть перспективные идеи и не просто идти в ногу со временем, а опережать его на несколько шагов. Виталий Дерябин, Константин Воробьев. Итоги недели. Бизнес в изоляции. Коронавирус убивает малые предприятия. Об этом кричит в один голос бизнес-сообщества всей страны. Удержаться на плаву и адаптировать свою компанию по сегодняшней реалии оказалось непростой задачей. Не менее сложным стало и другое – открыто заявить о своих проблемах в непростое время. С этим столкнулась лично я, как автор следующего материала. Несколько дней переговоров с руководителями разных компаний, которые возмущались и жаловались на сложившуюся ситуацию по телефону, отказывались от съемок. Все же нашлись и те, кто все-таки не побоялся рассказать, как коронавирус изменил не только их жизнь, но и бизнес. Все подробности далее. Роза, орхидеи, герберы на свалку. Трогательный ролик снят в Нидерландах. Миллионы букетов уничтожают. Из-за пандемии цветы никому не нужны. Цветочники запускают акцию с хэштегом «Покупайте цветы вместо туалетной бумаги». Оренбургским флористам выбрасывать букеты не приходится. Признаются, до пандемии думали об увеличении штата. Сегодня пока пытаются сохранить коллектив в прежнем составе. Цветочный бизнес пришлось адаптировать к сложившимся условиям. Изменился интерьер в зале. На стене бактерицидная лампа. А на стойке дополнительный барьер между посетителем и продавцом. Средства индивидуальной защиты тоже всегда при себе. Мы как бы и до этого работали в перчатках, защищая свои руки. Но теперь защищая наших клиентов от вируса. Спустя три недели режима самоизоляции заказов становится больше, говорят флористы. Оренбургцы ограничили контакты и походы в цветочные магазины, но активно осваивают доставку цветов до подъезда. Прийти в гости сегодня – непозволительная роскошь. Вот и поднимает настроение букетом от курьера себе и своим близким. На поставку не повлияло. Единственное, задействован в весь мир. Поставки стали меньше и ассортимент стал меньше. Ну и, соответственно, это иногда отражается на ценах. Зал пустой. Последний раз за этими столами гости находились 27 марта. Ресторанный бизнес сегодня переживает, пожалуй, самые сложные времена. Еда на выносе – это единственное условие, при котором сегодня могут функционировать заведения общественного питания. Нет привычной музыки, запаха еды, да и свет в зале, признаются учредители заведения, включают только для съемочного процесса. Основная часть персонала, а это около 200 человек, находится по домам. Работа сейчас кипит только на кухне. Пицца карбонара, прошурованная куриная грудка и порция пельменей. Работаем. На фоне самоизоляции оренбуржцы есть меньше не стали. Заказов на доставку готовых обедов отмечать шеф-повар становится больше. В принципе, ничего не изменилось. Люди как ели, так и едят. Единственное, возможно, чуть-чуть прибавилось нагрузка на кухню, на шашлыки, на домашнюю еду. Ну и сложное приготовление, которое позиции, как картофель фри, то, что запекается долго, то, что там биться. Еда в режиме на вынос сейчас единственный источник дохода в компании. И несмотря на то, что заказов стало примерно на 30% больше, покрыть все финансовые издержки, уверяют предприниматели, не в силах. Тех издержек, которые мы имеем на сегодняшний день, это в первую очередь зарплаты наших сотрудников, арендные платежи их никто не отменял. Также кредитные платежи ежемесячные. Это наш основной финансовый инструмент в развитии. Он тоже требует платежей. Поэтому пытаемся, ждем, молимся на то, чтобы быстрее бы все это закончилось, и мы вздохнули. Рассчитывать на поддержку не приходится. Большая часть вложений в бизнес – частные инвестиции. Партнеры в любой момент могут потребовать деньги назад, взять которые сейчас просто неоткуда. Даже если ограничительные меры снимут в ближайшем будущем, признается Сергей, чтобы вернуться на прежние обороты, потребуется около года. Владимир – директор типографии. Сегодня делает исключение для нашей съемочной группы. Провожает в офис. Четыре человека – его коллектив. Сотрудников пришлось перевести на удаленный режим работы. Заказы принимают по электронной почте. Сюда, в офис, сам Владимир приезжает, чтобы проверить принтеры. Такое оборудование плохо переносит простое в работе. Чернила могут пересохнуть. И тогда покупать надо будет уже сам аппарат. У нас работы сейчас, по сути, стало меньше гораздо. Ну, в три-четыре раза, наверное. Потому что все люди сидят дома, никому ничего особо не надо. Мы вообще отказались от половины еще помещений своих вообще. Все, досиживаем сейчас апрель. И площадь у нас станет меньше. Ощутимо упали заказы. В апреле не было ни одного на сувенирную продукцию. А это 20% дохода. Не требуется печать листовок. Раздавать их на улицах просто некому. Не заказывают и сложные проекты. Из клиентов лишь юрлица. Работа сегодня сводится к печати ценников и специальных наклеек о новой коронавирусной инфекции. Поддержка бизнеса должна быть максимально эффективной и ориентирована на людей. Об этом заявили на этой неделе в Доме Советов. На совместном совещании собираются члены правительства, предприниматели, представители банковских и налоговых структур. То есть важно, на самом деле, чтобы мы помогли ровно так, где может быть максимальные проблемы. Сегодня не самое главное завтра. Свыше 18 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Оренбуржье попали в свою красную зону, из которой без дополнительной поддержки им не выбраться. Это данные областного Министерства экономического развития, где уже посчитали, чтобы снизить негативное влияние реальности, потребуется почти 4,5 миллиарда рублей. На сегодня в области действует больше 30 мер поддержки бизнеса. Глава региона призывает не останавливаться и продолжить мониторинг ситуации при необходимости разработать дополнительный комплекс мер. Наталья Мороз, Георгий Баруцкий. Итоги недели. Такими запомнятся эти 7 дней. Я напоминаю вернуться к этому выпуску, а также к другим телепроектам ОРТ. Вы всегда можете на официальном сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и берегите себя.